О таком подарке воспитатели и малыши Брестского детского сада номер 64 мечтали давно. В учреждении, благодаря представителям Московской районной организации «Белая Русь», теперь появился новый многофункциональный музыкальный центр. Этот сюрприз здесь был особенно долгожданным. На протяжении многих лет в саду работают разнопрофильные группы. В них вместе со здоровыми проходят обучение и особенные дети, для адаптации которых необходимы специальные методические комплексы и программы. В нашем государственном учреждении образования функционируют 16 групп. Из них 10 групп общего назначения и 6 групп специального назначения. Из этих 6 групп 4 группы для детей с тяжелым нарушением речи. И 2 группы интегрированного обучения и воспитания. Раньше подобные занятия проводились своими силами, используя в качестве дополнительного сопровождения то, что имелось в учреждении. Теперь спортивные и музыкальные минутки станут еще более яркими и запоминающимися для особенных ребят. Вместе с почетными гостями, авторами праздника, первый такой урок посетила и наша съемочная группа. Детскому восторгу не было предела. Малыши делали разминку, участвовали в состязаниях и, что очень важно, искренне радовались и улыбались. А эту ценность никогда нельзя измерить денежными суммами. У нас в год уходят, конечно, десятки миллионов рублей на благотворительную деятельность районной организации. И я опять-таки повторюсь, здесь дело даже не в сумме, а в том, что это деньги тех людей, которые отчисляют просто из своих зарплат. Они не всегда высокие, далеко не самые высокие в сегодняшней нашей сложившейся ситуации. То, что люди даже в этой ситуации могут помогать другим, это стоит очень многого. Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. Эту знаменитую фразу взяли на вооружение представители Московской районной организации «Белая Русь», продолжая следовать выбранному курсу. Возможно, в этом году они еще не раз станут авторами новых благотворительных инициатив.